В нашем районе накоплен богатый опыт по оказанию помощи детям с ограниченными физическими возможностями здоровья и семьям, в которых воспитываются эти дети. Для того, чтобы обсудить, как идет эта важная работа, а также как формируется ответственное отношение к таким детям, проведен круглый стол, куда были приглашены представители всех заинтересованных служб. В зале шахматного клуба «Белая ладья» собрались работники образования, здравоохранения, социальной защиты населения, активные общественники и родители. Инициатором проведения круглого стола стала некоммерческая организация «Инклюзивный центр раннего развития Росток Надежды». Тема для всех нужная и актуальная. Как сформировать межведомственный подход, чтобы оказывать помощь детям с ограниченными возможностями здоровья по социальной адаптации максимально эффективно? Росток Надежды специализируется на социализации и реабилитации детей с расстройствами аутического спектра, которые характеризуются нарушением социальных взаимодействий. К сожалению, такие расстройства нередко диагностируются и в Славянском районе. Центр раннего развития много внимания уделяет таким детям. Без содействия местных властей в этом вопросе трудно добиться положительного результата. Наши дети активно увлекаются во все формы оздоровления. Мы занимаемся, получаем оздоровление санкотарных горбок, организация Краснодарского края. Если говорить только за 2017 и 2018 годы, это 84 ребенка, в том числе 8 деток, это с расстройствами аутического спектра. Мы стараемся создать условия для комфортного пребывания в социуме и максимально снять те ограничения, которые существуют, в том числе в образовательной среде. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева сказала, что на Кубани растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Принятая в крае концепция комплексного сопровождения детей и семей активно работает. И Славянский район в этом плане в числе лучших. И мне очень отрадно отметить, что именно в Славянском районе, главой района, заместителем главы, управленцами во всех мною названных структурах, очень хорошо понимается значимость этой темы. Здесь принимаются управленческие решения. Славянские общественники завоевали немалый авторитет. Они стараются здесь, на месте, организовать действенную поддержку детям и инвалидам. Об этом шла речь на круглом столе. Муниципалитет сработал на 100%. Гранты президента начали приходить в муниципалитет. Для этого надо было сначала создать систему, где гранты муниципалитета доходили до общественных организаций и воспитали их в том, что они имеют возможность выполнить какую-то работу. Обсуждался проект «Я особенный» – победитель конкурса фонда президентских грантов, который реализуется в нашем районе. Он призван сформировать терпимое отношение общества к детям с особенностями развития. Очень важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в решении своих проблем. Каждый варится в своем каком-то соку, есть такое выражение. Каждый видит эту проблему со своей стороны, со своей позиции. Иногда очень важно увидеть другую сторону, услышать противоположную сторону людей, которые с этой проблемой сталкиваются изо дня в день. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья задали вопросы и получили на них обстоятельные ответы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».